Близнецы У некоторых близнецов само то, что они близнецы, иногда доставляет радость, а иногда огорчение, иногда радость потому, что можно пошутить, пригласить кого-то на день рождения, а самому уйти. Можно сделать какой-то трюк на экзамене. Одна девочка хорошо по математике, другая по русскому. Поэтому, когда на математику, так-то математику знает, она пишет за двоих, а так-то по русскому, то тоже пишет за двоих. И когда в одной семье, в городе Атау, в Казахстане, в семье у сына родилось два мальчика, бабушка сказала, «Ну, раз у меня двое близнецов, внуков, тогда пусть, когда вырастут, они женятся на двух девочках, которые тоже будут одинаковыми близняшками». Время шло, мальчики выросли, став взрослыми в своем городе, но никак не встретят они девочек, которые тоже были бы близняшками, как и они. Поехали учиться в другой город, Уральск, но и там поодиночку вроде попадаются девочки, и та хорошая, и эта, но они помнили бабушкино завещание, и они думали о том, что, ну, может быть, все-таки как-то удастся жизнь устроить так, чтобы вот мы двоем и наши жены тоже были бы двойняшками. Однажды младший из них, ну, младший, на несколько минут младший, пошел в магазин покупать туфли, примерил, понравились, и когда подходит к продавцу этой девушке, так, вот милая девушка, просит «Мне, пожалуйста, две пары». Он говорит «Зачем вам две пары одинаковой обуви? Сносите эти, придете за другими, мода изменится». «Да нет, у меня брат такой же, как я, и размер у нас одинаковый». «Ой, а у меня сестра такая же, как я». Они не сразу встретились, через какое-то время. Как-то вот запала в душу ему сразу эта девочка, но встретились гораздо позже. Пришлось поискать и первую, и вторую. Нашли, подружились. И через какое-то время на самом деле бабушкино желание было исполнено. Сыграли свадьбу, и вот они вместе. И вот радость в доме. Близнецы нашли близнецов. Сыграв торжественную свадьбу, нужно теперь было ввести невест в дом. Такой обычай в той местности, у того народа. И вот тут появилась небольшая трудность. А именно, поверье говорит, что вводить невесту в дом в один день можно только одну. И ни в коем случае двух. Если будут две сразу, то будет плохая жизнь. Что же сделать? Вот сомнения. Что делать? Ну, с первой, которая чуть постарше, решили все просто. Просто вели в дом через дверь. А второй двери не было. Правильно. Так и сделали. Вы посмотрите. Хозяева дома специальную лестницу придумали. Специальный вход сделали ей, чтобы отсеять всякие сомнения, чтобы исполнить все пожелания, чтобы никакой поверье никто никогда, никоим образом, не засомневался, не засомневался, что что-то не так, и будет какое-либо несчастье в доме. Ну, кажется, все сделали. И вот две молодые пары, а так как эти мальчики были младшие в семье, а по правилам и обычаям того народа, младший сын всегда остается с родителями. И вот мама и папа этих двух молодых людей в большой радости, потому что у них в доме остаются сразу две пары, два сына и теперь еще и две невестки. Если бы так просто, можно было бы решать вопросы сомнений или недоверия, или тревоги какой-то, вот так просто, как они. Взяли, сделали лесенку, кокошку сделали, или вторую дверь прорубили, ну и все решено, и все сомнения в стороне. Я думаю, что даже к нашим многоэтажкам стали бы придумывать, ну, может быть, не на второй этаж, но на первый уж точно, легко можно было сделать дополнительную лестницу, чтобы в доме был мир, порядок и счастье настоящее. Сегодня обращаясь к Священному Писанию, мне хотелось бы коснуться вот как раз этой тематики. Как же нам быть людьми веры? Как же нам, говоря о Христе, зная о Его подвиге крестном, зная о том, какая цена оплачена за каждого человека, живущего в этом мире, как нам сомнения в стороне оставить, а вера, чтобы крепкой была? Основная мысль – сомнения близнеца. Кто он? Об этом чуть позднее. Давайте вспомним те события, о которых мы уже читали, говорили. События, связанные с тем великим подвигом Сына Божьего, совершенного на Голгофском кресте. Последний миг люди на Голгофе услышали один короткий возглас. Одним словом Иисус произнес то, ради чего пришел. Совершилась победа над злом. Враг рода человеческого сломлен. Тот, кто сеял обман, тот, кто сеял неверие, тот, кто сеял сомнения, не имеет больше повода. Тот, кто говорил о Боге Творце нелестно, тот, кто сеял воистину неверие в умах людских, он теперь раскрыт, обманщик раскрыт. Его натура, его злость, его низость, его желание погубить. Даже Сына Божья теперь стали открыты для всей вселенной. Там, на Голгофском кресте, оплачена величайшая цена за все человечество. Совершилась, другими словами, можно сказать, победа! Но ученики Иисуса Христа, Петр, Иоанн, Андрей, Филипп, Фома, Парфоломей, Матфей и другие, для них, кажется, победы никакой. Наоборот, действительно, все рухнуло. Все надежды, все мечты, все желания, все будущее покрыто мраком. Тьма, тьма непросветная, а сомнений все больше и больше. Мы же верили, мы же следовали, Он же говорил, Он о Царстве говорил, Он о Вечности говорил, а теперь, а теперь Его нет. Нет Христа, нет Учителя. Там, на кресте, Он сделал последнее, но Его нет. Благо, нашлись состоятельные люди, которые не оставили Его тело на растерзание хищным птицам или зверям, а благоговейно с почестями отнесли в свежевысеченный гроб одного из них. Глубокая печаль. Да по-другому и не может быть, когда хоронят человека, когда кто-то уходит из жизни. Глубокая печаль, а иногда полная безысходность. Кажется, забыли, совершенно забыли то, что Иисус говорил. Кажется, совершенно не помнят, а ведь могли бы, помня, пометуя, могли бы обрести надежду. Лучик света мог бы засиять в их темном царстве. Мне кажется, что те, кто были противниками Иисуса, те, кто на смерть, на суд Его волокли, лучше, чем ученики Иисуса, помнили слова, которые Христос говорил, помнили обещания о том, что со смертью на кресте не заканчивается служение Господа. Нет, это лишь только часть. После смерти есть нечто славное, великое и чудное. И вот эти старейшины народа, священники, собираются вновь вместе. На другой день, который следует за пятницу, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили, «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал, что после трех дней воскресну». Итак, рекажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики Его, придя ночью, не украли Его и не сказали народу, «Воскрес! Воскрес из мертвых! и будет последний обман хуже первого». Вы обратили внимание, когда, в какое время пошли эти люди к язычнику, правителю, Пилату? на другой день после пятницы. А что на другой день? День субботний, святой Божий день, день отдыха, покоя. Они в пятницу, четверг ночью, в пятницу, они не хотели заходить туда, во двор языческий, да, потому что боялись, боялись осквернения. Но когда сделало одно зло, второе идет гораздо легче. Теперь они забыли даже о святости субботнего покоя. Иисус покоился в день субботний по заповеди в могиле или в гробу Иосифа. Он отдыхал. И женщины, которые хотели елея помазание сделать, о них тоже сказано, они остались в покое в субботу по заповеди. А эти, кто были теми лидерами духовными, кто наставление давали народу, как правильно светить день субботний, обо всем забыли. Но помнили одно. Этот, правда, нехорошо его назвали обманщик. Для них он все еще обманщик. А на самом деле он есть истина. И истина в Иисусе. Ибо истина в Боге. А Иисус есть Бог. И вот с этими требованиями они пришли и говорят, так просто оставлять. Странно, правда? Умершего оставлять без охраны. Так кто ж его возьмет? И куда ж его унесут? Абсурдна сама просьба. Но Пилат их просьбу удовлетворяет. Посмотрите, Пилат сказал им, имейте стражу, пойдите, охраняйте, как знаете. И пошли и поставили у гроба стражу и приложили печать. Но самая сильная армия в мире, а в то время римские войны, римские солдаты, это были самые мощные. Это была непобедимая армия. Недаром про Рим так и говорили. Железный Рим. Войны были отважными, командиры были умелыми, дисциплина тоже была железной. За сон на посту смертная казнь, поэтому там, поставив стражу, не было спящих. Но ни одна стража мира не может удержать ни в одной темнице или ни в одном гробу Господа жизни, потому, что в нем есть истинная жизнь. И то пророчество, которое изрек Иисус, что в третий день воскресну, исполнилось буквально. Камень, как легкий камушек, отлетел в сторону, а стража, мужественная стража, римская стража, написано, пали, как мертвые. В страхе потом, когда чуть осмелели, они бросились прочь от этого места, потому, что поняли, они имеют дело не с людьми, а с Богом. Ангел Божий, тот, кто пришел, чтобы пригласить Христа выйти из могилы, тот, кто отвалил этот камень, он сиянием своим наполнил гробницу, и когда женщины-мироносицы подошли, они увидели, что тревоги и сомнения, которые их мучили по пути, совершенно не имеют никакого основания. Те, кто читали евангельскую историю, знают, о чем беспокоились, о чем сомневались женщины, о чем тревожилось их сердце. Они хотели благое дело миропомазания сделать, но камень, они же помнят этот камень, приваленный в пятницу, и говорят, кто нам отвалит этот камень? Как быстро Бог решает проблемы! Всего лишь один ангел, и камень летит прочь! Более того, они слышат удивительную весть. Пойдите скорее и скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых, и предваряет вас в Галилее, там Его увидите. Вот Я сказал вам, не выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великую побежали возвестить ученикам Его. Вы знаете, когда читаешь евангельский текст, иногда удивительные вещи открываешь для себя. Посмотрите, в какое состояние было этих женщин. Мы говорили, что они шли ко гробу в глубоком смятении. Их многое смущало. у них было много сомнений. А теперь у них другие чувства. Но тоже интересно. Посмотрите, как они побежали, как они пошли. Со страхом с одной стороны, а с другой стороны с радостью великой. Вы так часто испытываете в жизни и страх, и радость одновременно. Если страх, то страх. Правда? И говорят, страх, сильный страх. Ну и радость бывает великой. А вот чтобы совместно, как-то сложно представить, правда? А вот давайте попробуем представить себя этих женщин, которые спешат. Почему страх? Почему страх? Что еще страшит, если уже смерти нет, если умершего нет? что страшить их могло? Мне кажется, это вот то глубокое осознание близости божественного. Это глубокое благоговение от той вести. Это не страх панический. Это не страх, знаете, такой животный страх, когда мы дрожим от страха, потому что сейчас вот что-то грянет, гром там грянет или еще что-то, да, и нам тут всем может быть придет конец, да, это был страх благоговения пред Богом от вести, которую им поручили, ведь им на самом деле сказали, а теперь сообщите это, сообщите это непременно, расскажите апостолам, расскажите ученикам, вы искали живого среди мертвых, но его здесь нет, он воскрес, пойдите скорее. Как сильна эта весть. как глубока она, и они пришли и рассказали действия апостолов. Сразу поверили? Ну, по крайней мере, не все, не все сказано в целом не поверили, в целом не поверили. Вам часто не доверяют по жизни? А почему? потому что вы женщина или потому что то, что вы говорите на правду не похоже. Вот то, что они говорили, было похоже на правду? Да никто этого не знал, никто этого не испытывал, никто в это поверить по-настоящему, хотя Христос в течение трех с половиной лет постоянно говорил и говорил, что царство мое не от мира сего и что предадут меня люди этого мира и что буду предан на казнь, но в третий день воскресну весть эта звучала человеческому сомневающемуся сердцу. Принять божественную весть бывает весьма сложно. Но когда мы принимаем весть, вот если бы те женщины совершенно не поверили, они бы пошли рассказывать? Навряд ли, навряд ли. А если бы пришли, то такое наговорили бы, что естественно не то, что никто не поверил, еще выгнали бы их из дома, потому что сказали, ну, совсем уже неразумными стали. Петр и Иоанн, эти два ученика упоминаются особо, они поверили и они поспешили ко гробу. И написано, что хотя Петр первый в путь отправился, Иоанн, который был очевидно чуть моложе, достиг гробницы первым впереди Петра. И вот когда они достигли гробницы, они сделали для себя великое открытие. Где именно эта гробница? Те, кто сегодня путешествует в Израиль, называют по крайней мере два места. Вот это место, которое называется храм гроба Господня, где большая часть православных, католиков считает, что именно здесь было то место, та гробница, где был похоронен, погребен наш Господь Иисус. Протестантам показывают другое место, которое находится в другом месте города, совершенно в другом направлении, но тоже имеют исследователи, богословы, библеисты, основания говорят, что может быть это место было. Я думаю, что для нас не столь важно вот 200 метров сюда или полкилометра туда, что в храме гроба Господня, что в этом месте, которое вот протестантские люди больше считают, и в том, и другом месте важнейшее для нас, что гробница, в которой находился наш Господь Иисус, куда был положен в пятницу вечером, она пуста, его там нет, смерть удержать его не была во власти. Как важно это понимать и помнить, потому что если Христос не воскрес, то проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша, так говорит апостол Павел. То, все, что мы делаем во имя Христа, то, что мы называем себя христианами, что говорит Евангелие, это все будет напрасным, если этого не состоялось, если Христос не воскресе из мертвых. Но Христос, посмотрите в следующем тексте, с какой уверенностью, с какой силой убеждения, тут нет сомнений. У апостола Павла нет сомнений. Посмотрите, с какой силой он утверждает это. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Да, это правда. И очень скоро ученики Иисуса, не только Петр и Иоанн, которые, войдя в гробницу, убедились, не просто убедились, что она пуста, а то, что тот, кто воскрес, он не был похищен, потому что все его погребальные пелены и плат, который был на голове, аккуратно сложены. Удивительно! Кажется, в таком славном деле, но наш Господь Иисус, Он точен, аккуратен и последователен даже в мелочах. для нас в жизни иногда бывает, пусть полежит, завтра, послезавтра, когда-нибудь уберу, и иногда этот мусор, простите, стоит или лежит у нас неделями, и нам самим вроде не очень приятно, что это вот есть, или то, что мы не доделали какое-то дело. Самим не очень приятно, но и делать как-то не хочется. Какой пример оставляет для нас Иисус? Все, что Он делает, Он делает совершенно, точно, аккуратно, и делает это для того, чтобы мы, глядя на Него, глядя на Его отношение к жизни и к вещам в этой жизни, могли бы стремиться быть похожими. Очень скоро Иисус явился и всем другим ученикам. Явился, чтобы засвидетельствовать, показать, что отныне смерть побеждена, что Он жив, что Он теперь дальше с ними. Фома фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали Его, мы видели Господа, но Он сказал им, если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перстас моего в раны от гвоздей, и не вложу руки мои в ребра его, не поверю. Вот оно, и имя у нас появилось. Фома Близнец. Близнец. Ведь так написано. Это в нашей ассоциации стоит нам произнести имя Фома у нас уже с детских лет. Знаете, нарицательным стало это имя. Мы не знаем, мы не знаем, в Евангелии не дается пояснение, почему именно Фома назван Фома Близнец. Был ли у него брат чуть старше или чуть младше, или же просто его вот так прозвали, потому что сам по себе он как бы такой двойственный человек. То вот да, верит, то не верит. Ну, вот такие сомнения его. Сам факт, что в тот день его не было, тоже ничего плохого об этом человеке не говорит. Может быть, какие-то дела были, с кем-то встречался, может быть, пошел навестить кого-то, но в тот день, когда Христос впервые явился, его не было. Но он высказал свое пожелание, он высказал свое конкретное стремление, и он высказал свои сомнения открыто. Не бойтесь Богу говорить открыто о своих сомнениях. не бойтесь говорить Богу то, во что вам трудно поверить, когда вы читаете Писание. Не пытайтесь сделать вид, что все нам понятно, все нам доступно, все у нас логично. Так не бывает в жизни. Сомнения они приходят, и в этом нет ничего страшного. Страшно, когда мы этими сомнениями сами себя начинаем кормить, в них пребывать, и тогда неверие берет верх. И вот тогда уже сложно бывает. А вот так, как сделал Фома, который открыто сказал, знаете, хорошо, хорошо, коллеги, вы говорите, что вы встречались с Иисусом, а я тоже хочу встретиться с Ним. Вы говорите, что вы видели Его воскресшим, а я тоже хочу увидеть Иисуса воскресшим, и не просто так. Я хочу убедиться в том, что это действительно Иисус. Я видел, как распинали Его на кресте, должны остаться раны. И если это Иисус, и если это мой Спаситель, и если это мой Наставник, и если это мой Бог, то я хочу прикоснуться к этим ранам. Давайте посмотрим дальнейший библейский текст. После восьми дней опять были в доме ученики Его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, встал посреди них и сказал «Мир вам». Приход Христа всегда приносит мир. В каком бы доме мы ни жили, большом или малом, где есть ставни и где их нет, где двери заперты и где двери открыты, живем ли в многоэтажке, живем ли в маленьком загородном домике. Христос всегда приходя к нам несет нам мир. Вот на душе у Фомы мира не было. И мне кажется, уже само приветствие, которое Иисус произнес, войдя и поприветствовав всех присутствующих, как бы говорила «Фома, я пришел сегодня особенно потому, что я хочу пообщаться с тобой». И дальнейший разговор, который состоялся, в общем-то, подтверждает это. Потом говорит Фоме, подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои и не будь неверующим, но верующим. Христос не осудил Фому. Он не сказал, что «Как же так? Я же тут женщин посылал и другие ученики уже давно сообщили о том, что я жив и воскрес». А он говорит «Ты хочешь убедиться? Подойди ко мне ближе. Ты хочешь знать, что я жив? Ты хочешь убедиться, что я именно тот, кто был с вами, кто страдал, умер, и что я воскрес? Пожалуйста, вот мои ладони, а вот раны от копья». Мне кажется, что художники вот этот сюжет о прикосновении вот этого Фомы, сомневающегося, близнеца, вот так красочно, так красиво подали. И вот его, вот это мгновение, хотя мы не знаем, он прикасался или нет, Евангелие не говорит, что он на самом деле стал эти раны ощупывать. Но Евангелие говорит следующее, что реакция Фомы на то, что предложил ему Иисус, была мгновенной. Фома сказал ему в ответ, «Господь мой и Бог мой». То есть, мне все понятно. У меня сомнений никаких, сомнения ушли прочь, их больше нет. Я не сомневающийся, отныне я верующий. Воскресение Христа, его общение с апостолами, это то, что перевернуло сознание всего мира, не только тех двенадцати, кто следовал за ним. Потому что, ну, какая польза веровать в того, кто лежит в гробнице, пусть даже в самой шикарной пирамиде или в золотом мавзолее. Какая польза веровать, надеяться и молиться тому, кого в живых нет. Он же без помощи, он же бессилен, он помочь мне живому не может. А тот, кто жив, тот, кто расторг узы ада и смерти, кто преодолел самое страшное, что есть для нас людей, тьму могилы, смерти, узы, расторг. И он теперь говорит, я был мертв и все жив во веки веков. Вот это Бог, вот это мощь, вот это сила, вот это тот, кому я могу открыть свое самое сокровенное, самое сердечное, и он меня поймет. Мне кажется, эта история о сомнениях близнеца открывает нам, насколько любезен и насколько милосерден наш Спаситель Иисус Христос. Он, даже еще не присутствуя, знал наперед, какие сомнения в душе у Фомы сомневающегося. Он наперед, еще не встретившись с нами, еще до того, как мы открыли Святой Евангелие, до того, как мы пришли первый раз, чтобы читать вместе Библию, Он знает нужды наши, жизнь наша Ему известна. Чего же ждет от нас? А вот того, что сделал Фома, он открыто сказал, сказал Богу, сказал своим братьям, в чем он сомневался. И еще один удивительный библейский текст. Что ожидает от нас Господь? Евангелие от Марка завершается в завершении вот такими словами. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Со Своей стороны наш Господь Иисус делал все, чтобы мы удостоверились. И Он не требует от нас слепой веры. Наша вера не должна быть слепой. Не потому мы должны веровать, что так нам кто-то сказал, или так нас научили наши предки, или так требуют закон страны или обычаи народа, в котором мы живем. Нет! Вера это вещь индивидуальная. Смотрите, сначала женщины пришли, не все поверили, но кто-то поверил и поспешил. Видите, как тьма вот этого неверия, тьма вот этого трагизма этого, в котором они пребывали, как постепенно рассеивается. побежали двое, и эти двое, написано о них, что они уверовали, они, посетив пустую гробницу, они уверовали во Христа воскресшего. Потом, мы видим уже их больше, когда Христос явился, там было уже двенадцать, может быть, больше, но не было одного. И ради одного, как ценно душа человеческая в глазах нашего Господа. И ради одного Иисус спешит снова навстречу, чтобы сказать Ему, чтобы сказать мне, вам, Вера, Наталья, Даниил, Сергей, у тебя есть сомнения? Вы не смогли разобраться с жизненными обстоятельствами, и вас гнетет сегодняшнее состояние мира, общества, души вашей, скажите об этом. Кто будет веровать, там сказано еще, и крестится, то есть заключит завет с Богом, тот будет спасен. Есть спасение для сомневающейся души, есть надежда для того, кто сегодня еще колеблется и не знает, каким же путем дальше. И этот ответ или эта надежда в нашем Спасителе Иисусе Христе. Что остается сделать? Совсем немногое. Так как Фома прийти склониться пред Ним и сказать «Господь мой и Бог мой». То есть и я, Господи, признаю Твое величие и склоняюсь перед Твоим славным и чудным подвигом, который Ты совершил. Ты мой Искупитель, Ты мой Бог, Ты мой Царь, Ты мой Спаситель. Дальнейший путь, Господи, хочу идти вместе с Тобой. Это желание и вашего сердца. Хотели бы вы в молитве сегодня, в завершении нашей темы, вот так Господу сказать, как Фома когда-то сказал, сказать искренне, сказать от души. А если есть сомнения, если сердце тревожно, если разум еще не позволяет, в молитвах своих скажите, что смущает вас? Господь услышит и непременно ответит. Помолимся Господу. Отче наш, сущий на небесах, предстаем пред Твое величие перед Тобою, Господи, и желаем благодарить Тебя за дивную весть о Спасителе Иисусе Христе. Господи, благодарим Тебя, что Христос воскрес из мертвых, и в этом для нас великая и славная надежда. Господи, как чудно это сознавать, что молитвы свои мы возносим не усопшему, а воскресшему Богу. Господи, прости нас, что в жизни своей мы еще часто, очень часто путешествуем, сомневаясь и неверяя. И в этих сомнениях и неверии своем мы часто огорчаем Тебя, потому что Ты оказывается рядом с нами и простираешь нам руку помощи и желаешь поддержать наш жизненный путь и дать нам увидеть светлый горизонт. Господи, откройся нам, как Ты открылся когда-то Фоме. И, Господи, пусть сердце наше наполнится тем же желанием припасть к ногам Твоим, склониться в молитвах пред Тобой и сказать Господь мой и Бог мой, Спаситель мой и Царь мой. Молитва наша во имя Иисуса. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова